Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю вашему вниманию свою тренировку. Я поделюсь реальной своей настоящей тренировкой. Это будет фуллбадди тяговый день. То есть в этот день будут в основном тяги. И они будут направлены на, конечно же, развитие спины. Но, чтобы понимать целостно, как я сейчас тренируюсь, еще нужно посмотреть видео, которое было одно из предыдущих, фуллбадди жимовой день. То есть я разделяю свои тренировки сейчас на два типа. Это жимы и тяги в разные дни. Но в целом они напрягают все равно все тело, так как фуллбадди подразумевает напряжение всего тела. И, конечно же, работают абсолютно все мышцы на каждой тренировке. Но акцент я даю, допустим, в этой программе на спину. В предыдущей программе акцент был, конечно, на грудные мышцы, в жимах. Все возможные жимы на плечи я показал и жимы на грудные. Посмотрите одно из предыдущих видео. Это же видео будет на развитие спины, конечно, направлено. И, возможно, вам будет интересно. Это моя реальная тренировка. Продолжайте смотреть. Друзья, в интернете очень много всякой информации. Очень много такого на вас льется, что просто в этом сложно разобраться. Можно запутаться. Поэтому, чтобы просто не потерять качественный контент, качественную информацию, которую я стараюсь вам подать, я советую вам подписаться сейчас. Если что-то не понравится в конце видео, отпишитесь. Просто я, например, тоже забываю было такие вещи. Но, если ты подпишешься сейчас, то я тебе обещаю, в ближайшее время будут очень интересные видосы на тему гормонов. Я сейчас готовлю бомбезный материал по тестостерону. Я уверен, что я удивлю тебя этой информацией. Я сам был удивлен, хотя я знал уже, как мне казалось, я знал уже все на эту тему. Но нет. То, что я узнал, действительно, мне просто поразило мое воображение. С этим я поделюсь с вами в ближайших видосах. Подписывайся, следи за видосами. Будет реально очень крутая инфа, полезная. Ну и просто ты будешь в курсе этой информации. Я реально стараюсь давать хорошую, качественную информацию. Теперь, давай поговорим об этой тренировке. Смотри, основной смысл этой тренировки, что она очень тяжелая и очень базовая. Она направлена на развитие всего тела. Сейчас я убрал в своей тренировке по максимуму все лишнее. То есть, в этот период я хочу наращивать массу. И если килограмм получится или 2 килограмма набрать за месяц, будет идеально. Сейчас уже вес пошел. В рамках периодизации я сейчас начинаю тренироваться именно так, как ты видишь в этом видосе. Это моя реальная тренировка. Но, конечно, годовую программу я не могу здесь показать и рассказать, как выглядит моя годовая периодизация. Потому что это все довольно сложно. И нужно понимать, когда, как тренироваться, когда лучше. С какими повторениями, с какими весами. То есть, все отличается в течение года. Невозможно тренироваться, так как я показал в этом видео, круглый год. Если ты реально тренируешься натурально, как я. То ты загонишь просто свою нервную систему, если будешь постоянно делать такие тяжелые упражнения, как ты увидишь в этом видосе. Например, там, становые тяги. Просто даже такие тяги. Даже просто подтягивания. Это все очень тяжелые базовые упражнения, которые направлены на все тело. Ну, ты сам все это прекрасно знаешь. Вот. Но в чем смысл этой тренировки? Она очень короткая. Она действительно... Вы можете провести в зале, например, 40 минут. Поверьте, этого достаточно. Абсолютно достаточно. Проблема большинства натурально тренирующихся атлетов в том, что мы тренируемся слишком много очень часто. То есть, иногда, например, тренировочная программа, там, 3-4 дня в неделю для вас катастрофически много. Организм не способен восстановить ресурсы. Он не может нормально компенсировать то, что он потратил. Он не может просто даже физически залатать все эти травмы, которые вы получили. Все эти микроразрывы в ваших мышцах. Все связки. Восстановить полностью ткани. Просто не хватает ресурсов, потому что организму нужно еще заниматься другими вопросами на протяжении вашей жизни. Иммунная система может не подтянуть, нервная система. Но это тема отдельного видоса. Я думаю, многое ты об этом уже слышал. Просто напоминаю еще раз. Не перетренируйся. Постарайся тренироваться только, сколько ты можешь. Возможно, это будет предельно короткой тренировки. Возможно, это будет минимальное количество упражнений на тренировке. На этой, например, тренировке ты увидишь всего лишь тягу. Тягу на широчайшие мышцы спины. Потом ты увидишь подтягивания. Ты увидишь... Я называю это упражнение «Тягу Момоа». Скажем так, я сам его назвал. Почему он так называется? Потому что актер, который в «Аквамене» снимался, Джейсон Момоа. Джейсон, по-моему, он зовут. Он очень любит это упражнение. Это упражнение любят те, кто занимается скалолазанием. Возможно, вы никогда его в зале никогда не видели и не делали. Но я хочу сказать, попробуйте. Это очень крутое упражнение. Ты увидишь его в самом конце. Потом будет становое. И будет завершающий пресс. Все. Тренировка максимально короткая. Я сейчас убираю со своей программы. Я просто в двух словах расскажу, как это все выглядит. Я убрал локальную тренировку бицепса или трицепса. Я убрал тренировку плечей. Какое-то изолирующее движение. У меня нет никаких вообще изолирующих движений для мышц. То есть я просто убрал полностью со своей программы. Оставил только базовые, тяжелые упражнения, которые воздействуют на весь организм. Упражнения, которые максимально активизируют центральную нервную систему, чтобы были максимально мощные движения в каждом упражнении. То есть это все требует больших ресурсов организма. И поэтому убрано практически все. Если ты так никогда не тренировался, просто попробуй. Иногда для натурала это просто единственный путь вообще вырасти. Если ты, например, не можешь есть очень много, то тебе нужно тренироваться меньше. Или совсем мало тренироваться. Если ты можешь себе позволить питаться 5-6 раз в день, я, например, не могу столько раз питаться в день. Просто физически не могу столько еды съесть. И не хочу этим заниматься. Поэтому я уменьшаю количество тренировок. Настолько, насколько могу. Я постоянно балансирую между этим. Количеством калорий потребленных и моим объемом тренировки. То есть я постоянно пробую снижать нагрузку или увеличивать. В зависимости от того, как я вообще себя чувствую. Как я питаюсь в этот сезон конкретно. Есть ли у меня достаточное количество фруктов, овощей. Полноценный ли мой рацион. И нормально ли я отдыхаю. Также я корректирую это все с моим образом жизни сейчас. Если, допустим, у меня там малой, последнее время у него там зубы режутся. И реально он плохо спит. И просто приходится по ночам вставать 3-4 раза, допустим, малого. Что просто там, ну, 3-4 раза я загнался. Ну, 2 раза, допустим, за ночь я встал. Чтобы малого там, да, уложить. То есть это все требует определенных ресурсов. И я могу, допустим, не выспаться. Следовательно, я не смогу тренироваться так тяжело. То есть, что я хочу донести в двух словах для вас идею. Корректируйте свой режим тренировок по своим возможностям. Я тренируюсь сейчас 2 раза в день, но буду добавлять еще один тренировочный день отдельно к кардио. Почему я так делаю, в этом видео я объяснять не буду. Но сейчас в основном это 2 тяжелые тренировки, которые вы, в принципе, уже все увидели. То есть это 1 был жимовый день и это тяговый день. Смотрите, ребята, я весил 2 года назад 67 килограмм. То есть я был, ну, прям совсем дрыщ. При том, что я тренировался довольно активно. Я вообще-то довольно очень давно тренируюсь уже. С какими-то определенными периодами пауз было и погоду не тренировался. Да, были и там травмы серьезные колена. Не приседал там долго. Но я весил 2 года назад 67 килограмм. И мои руки были примерно 36 сантиметров в объеме. Примерно 36 сантиметров. Сейчас я вешу около 85 килограммов. То есть почти 86. Это уже плюс 19 килограмм, ребята, за 2 года. Это просто невероятная прибавка в весе. Я не стал толстым, после этого не стал жирным. И я нахожусь в нормальном состоянии. Процент жира в организме примерно 24%. Примерно 24, 25, 23 вот так в этом диапазоне. Я не сушу сейчас активно. А все равно нахожусь в хорошей форме. Но смотри, мои руки сейчас стали всего-навсего больше на 3 сантиметра. Сейчас у меня руки, объем моих рук 39 сантиметров. Я хочу до тебя донести такую просто простую идею, что я их тренировался все это время. Руки увеличиваются пропорционально всему вашему телу. Именно поэтому идея этого видоса, что нужно тренироваться базово и максимально выращивать у них силу, становиться как можно более сильным. Если вы будете постепенно и плавно это все делать, грамотно, не перескакивая слишком сильно с одного веса на другое, постепенно по килограммчику, по 2 килограммчика, прибавляя каждую неделю, вы будете становиться мощнее именно в этих упражнениях, тех, что я показываю в этом видосе. И все остальное у вас, когда вы сами станете больше, то и ваши руки станут больше, и ваши бицепсы, ваши трицепсы, все это вырастет. Потому что прибавка в 3 сантиметра в моих объеме рук, мне понадобилось плюс 19 килограмм, ребята, задумайтесь. Когда вы находитесь примерно в одном и том же весе, если вы будете тренировать руки хоть каждый день, они просто не смогут, они станут лучше выглядеть, будут лучше выглядеть, когда действительно какой-то рельефность появится. Но в объеме руки больше особо не станут. Поэтому иногда, в рамках годовой периодизации, иногда вам нужно вообще, возможно, выключить полностью все, когда вы именно набираете массу, убрать все тренировки трицепсов, бицепсов. Вот, или оставить, ну, очень мало, то есть буквально по несколько подходов, буквально там один раз в неделю эти упражнения, чтобы сконцентрироваться на общем приросте массы вашего тела. Возможно, ты знаешь об этом, возможно, нет. Я просто хочу донести вот такие простые вещи, которые иногда непонятны многим, которые тренируются в тренажерном зале. Я сам наступил на эти грабли, я так много тренировался, что мой организм просто у него не было шанса вырасти, ну, и вообще никакого шанса, понимаете? Я тренировался по четыре раза в неделю, и это не работает, ребята. Сейчас основная, основная, каждая мышца у меня, каждая группа мышц прорабатывается у меня раз в неделю. Не чаще. Любая, грудные, спина, ноги, неважно. Если это становая тяга, то раз в неделю, если это жимы, то раз в неделю. Сейчас у меня просто вот эти две тренировки, которые постоянно повторяются. Всего лишь две тренировки, ничего больше. И это позволяет мне находиться в хорошей форме, на моем уровне ресурсов, которые я сейчас располагаю, на том уровне питания, с тем образом жизни, который я сейчас веду, лучше у меня сейчас пока форма не получается. Постепенно это все будет становиться еще лучше, с тем, как я буду становиться сильнее, соответственно, форма моя будет становиться лучше. Но пока меня устраивает. Смотри, я не буду в этом видосе рассказывать о технике выполнения, как правильно делать те упражнения, которые я показываю, потому что про каждое упражнение можно снять отдельное видео, возможно, даже не одно. Я на канале практически не рассказываю, как делать упражнения, потому что, во-первых, нельзя сказать универсальный совет, как делать именно тебе то или иное упражнение. Одним встану тягу можно делать так, другим встану тягу нужно делать по-другому. Сжать нужно всем по-разному, подтягиваться тоже по-разному. Кто бы вам не говорил, что всем-то нужно тренироваться одинаково, нет. Из-за того, что мы все разные. Если у меня рост 185 сантиметров, я высокий, у меня нестандартные длины руки. Из-за этого моя тренировка сильно отличается от того, что я мог бы тебе порекомендовать. Поэтому, если ты примерно похож на меня комплекцией, то присмотри с той техники, которую ты видишь в этой тренировке. Например, просто пробежимся по порядку, в двух словах я расскажу, в двух словах какие-то нюансы, которые ты, возможно, не заметишь в этой тренировке. Например, выполняя первое упражнение, мы делаем тягу на спину в тренажере. Почему я делаю именно в тренажере, а не штангой, например, в наклоне, да, тягу штанги в наклоне, или Т-образный гриф или что-то в этом духе. Во всех тех упражнениях, на мой взгляд, слишком сильно включаются ноги, и они начинают амортизировать. Вы начинаете помогать себе ногами. И этот момент очень сложно контролировать. Хоть чуть-чуть носочком ты все равно себе помогаешь и вес выталкиваешь. Именно из-за этого не дорабатывает твоя спина. Поэтому, когда я сажусь, я выключаю максимально все, что не должно работать в этом упражнении. В этом упражнении действительно уже работает спина. Ну, конечно же, руки, да, это базовое упражнение. Но спина работает очень сильно. Нагрузка ложится в основном на нее. И когда ты в таком находишься положении, то есть ты создаешь себе максимально сложные условия, чтобы тренировать именно спину. И это, ребятки, работает. Обратите внимание также, что темп упражнения всегда довольно медленно идет. Негативная фаза, когда я вес отпускаю, допустим, от себя. То есть всегда контролируйте вторую фазу негативного упражнения. Потому что действительно в этой фазе теряется очень много, что вы могли бы получить, но вы недополучаете. Иногда это может быть 40% просто эффективности вашей тренировки. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на этот момент. Очень хорошо разогревайтесь перед каждым упражнениями в начале тренировки. Как я, например, я вообще был в кофте, если вы заметили, да, потом я кофту снял. Только когда нагрелся, я начал работать без кофты. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте просто перенесемся на мои подтягивания. Посмотрите, как именно я их делаю. Я не делаю их широким хватом, как в основном ребята делают. То есть иногда я и такие делаю, но сейчас в основном я делаю акцент на средний хват и локти я не вывожу куда-то широко, да, а локти у меня находятся передо мной. Я считаю, что это максимально безопасная позиция для плечей и это, эти подтягивания наиболее хорошо подходят именно мне. Для вас я могу порекомендовать какие-то другие подтягивания, но универсального совета, к сожалению, не существует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, теперь давайте посмотрим на упражнение тяга-мамо. Вот такое классное название придумал, можете запомнить это упражнение. Это упражнение, оно действительно уникальное. Оно помогает работать с мышцами спины в разных плоскостях. Это помогает развивать и ширину одновременно, и более такую красивую прорисовку вашей спины. Это упражнение очень хорошо нужно попытаться прочувствовать. То есть вы должны опускать, опять же, плавно, подконтрольно и не делать никаких резких движений. Просто делать все плавно и чувствовать, чем вы работаете. Вы должны почувствовать, конечно же, спину. Вы должны хорошо растянуть. Я стараюсь работать полную амплитуду во всех движениях, что и вам советую. Полная амплитуда, максимальная возможная амплитуда, где вы можете делать, во всех упражнениях. Опять же, это тоже рекомендация для, в основном, для высоких ребят. Если вы не высокого роста, если вы такой коренастый, да, там, пауэрлифтверк классический, вам иногда необязательно делать полную амплитуду. Вот из этих сложностей я и не рассказываю о всех нюансах, да, упражнения, как делать, допустим. Но в двух словах я рассказываю так, как делаю я, да, чтобы вы понимали, почему это выглядит именно так. Еще, ребята, пару слов, аргументов, почему такая базовая тренировка будет работать. Она активизирует ваш организм целиком. И эти упражнения вызывают очень хороший отклик у мышц. И вы действительно начинаете после них становиться больше. Причем везде, во всем организме. Я знаю таких людей, вот у меня, у моих друзей, там, есть знакомые, которые тренируются, например, только одними брусьями и только, например, приседания. То есть у них вообще всего лишь два упражнения в их программе тренировок. Реально, больше ничего вообще нет. Никаких жимов, никаких бицепсов, ничего отдельно они не тренируют. Только приседания, только брусья. Вот эти два упражнения. И этого им хватает, чтобы быть просто в отличной форме. Они постепенно повышают нагрузку, постепенно повышают веса рабочие и просто становятся мощнее и сильнее в этих простых движениях, ничего не меняя. Не, вы знаете такую идею, что многие советуют, что нужно постоянно менять свою программу, постоянно что-то выдумывать новое. Ребята, это хорошая идея. Действительно, иногда просто скучно делать одно и то же. Но, если вы будете постоянно прыгать с одних упражнений на другие, с одной программы на другой программы, вы не будете становиться мощнее именно в этих движениях. Выберите для себя упражнение, которое для вас работает максимально круто, максимально тяжелое, максимально базовое тяжелое упражнение, которое вы хорошо чувствуете. Научитесь их делать правильно, научитесь делать правильную технику и в этих движениях становитесь сильнее. Просто когда наступит ваша максимальная граница, вы поймете, что вы стали очень большим уже. То есть это уже будет прирост плюс 15 килограмм, например. Это большой прирост для натурального атлета. Становитесь сильнее годами, иногда делайте периодизацию, возвращайтесь к более меньшим весам, потом опять возвращайтесь на свои рекордные веса. То есть делайте годовую периодизацию. И, ребятки, это работает. Вот этот парень, который тренировался просто одними брусьями и одними приседаниями, действительно выглядел отлично. У него отличная форма, у него все развито. Двумя упражнениями, и руки, и трицепсы, все у него развилось. Но иногда нужно переключаться и все-таки работать локально над некоторыми мышцами. Но нужно понимать, когда нужно это делать, в какой именно лучший период. Теперь становая тягу. Обрати внимание, как я делаю становую тягу. Я становлюсь довольно широко. Но это не тяга сумо, как есть такая еще разновидность становой тяги, когда становится прям очень широкой. Но это положение ног, что-то посередине между обычной становой тягой классической и между тягой сумо. Почему я делаю именно такую тягу? Потому что мой рост 185 см, и у меня очень длинная бедренная кость. Именно из-за этого в фазе, когда я беру вес пола, у меня может возникнуть критичная нагрузка в районе поясницы, и это будет просто травмоопасная ситуация. Именно поэтому я нашел для себя такое среднее положение, и не узкое, и не широкое. Я скажу о таком правиле, которое, может, многие и не знают. На самом деле, чем более классическая становая тяга, чем более классически она выглядит, тем это наиболее эффективно, наиболее правильный подход общий к становой тяге. Она самая лучшая, когда она просто классическая. Все остальные считаются менее эффективными. Но это не означает, что они плохие. Просто становая тяга классическая, она просто отличная, невероятно крутое упражнение, а тяга сумо просто, допустим, хорошая, да? Но старайся делать, если у тебя ростом, средний рост, там, 175 см, например, до 180 см, попробуй обычную классическую становую тягу, не экспериментируй. Не нужно широко становиться, потому что это в любом случае уменьшает амплитуду движения. А она должна быть максимальной. Чем больше амплитуды, тем больше работы делает мышц, тем лучше результат. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В завершении этой тренировки, тренировка пресса, именно так я его тренирую. Это довольно сложное упражнение, тяжелое, не сразу я вам советую делать такое упражнение. Но если у вас уже хороший развитый пресс, попробуйте, ради разнообразия, попробуйте это движение. Обратите внимание, я не опускаю ноги ниже параллели с полом. И из-за этого получает мой пресс максимальную нагрузку и не отбирает ее ноги. Что часто еще происходит, когда ребята опускают ноги ниже. На самом деле там очень сильно включаются ноги. Об этом у меня есть отдельное видео на канале, посмотрите, если вам интересно. Продолжение следует... Ребята, это все. Вот такая короткая тренировка, короткий видос. Просто попробуйте такую тренировку. Попробуйте так потренироваться, например, там месяц. И сделайте свое мнение об этой тренировке. Попробуйте хотя бы неделю или две. Просто так одну хотя бы тренировку сделайте такую. Просто прочувствуйте. Вы из зала не уйдете уставшие очень сильно. Вы не уйдете какой-то там изнеможденный. Но вы почувствуете, насколько вы большую работу проделали. Что прям вы будете чувствовать эту силу, которая у вас появляется И это очень классно Обратите внимание на диапазон, которым я работал Это небольшой диапазон, это 4-6 повторений И возможно для вас этот диапазон тоже подойдет В принципе, просто нужно попробовать Каждую тренировку нужно пробовать на себе, чтобы понять, хорошая она или плохая И не делать сразу какого-то быстрого вывода, что она плохая Попробуй ее, просто попробуй Я тебе очень рекомендую это сделать Все, на этом все, я рад, что ты посмотрел все видео Я тебя жду в новых видосах Все, спасибо, пока